Привет, капитаны! В эфире KW Channel, канал, где изучают корабли. Picardie – новинка мира кораблей, имеющая иные параметры, чем вышедший около года назад линкор с аналогичным названием World of Warships. Поэтому это по сути разные корабли. И могу предположить, что нашего красавчика некоторые будут ругать. Ибо сейчас пошла мода ругать все, что не вписывается в рамки привычных концепций о кораблях. Да еще если это не бесплатное, а еще если и притянутые с 7 уровня на 8, то совсем захейтят. Однако на самом деле корабль достаточно неплохой и интересный, что я вам сейчас покажу и докажу на цифрах и фактах. И первая его фишка – это зверский, рекордный для своего уровня ДПМ. При этом в корабле сделано все для его удобной реализации. Три башни из четырех вращаются на 360 градусов, а сам линкор имеет лучший на уровне радиус циркуляции – 700 метров. Плюс форсаж, что позволяет переманеврировать соперников, то есть успевать делать залпы так, чтобы когда по кораблю летит ответная плюха, уже отворачивать. На это надо умение. Это не просто стоять на месте и жать на клавиши. Также требуется внимание к миникарте, чтобы заранее развернуться и поливать соперников на отходе обратным ромбом, а не тупо упарываться на корпусе семерки против восьмерок или даже десяток. И необходимость такого умения – это одна из причин, почему многим линкор может не зайти. По сути, геймплей здесь крейсерский. Но вернемся к ДПМ. Вот вам табличка, расставляющая все точки над дью. 16 орудий со временем перезарядки 27 секунд выдают ДПМ на фугасах, который аж на 34% выше, чем у Бранденбурга. На 31, чем у Алабамы. И на 19, чем у Анхальта. Чудовище с 15 орудиями. А тут 16. Фактически, фугасный ДПМ этой восьмерки находится на уровне десятки Бургуни, если не принимать во внимание расходник на перезарядку главного калибра. Ибо его в процессе тестирования у нашего Пикарди забрали, к огромному сожалению. С расходником это был бы уже шикарный линкор ближе к имбочке. Без него просто неплохой середнячок со сложным геймплеем. Ибо высочайший ДПМ компенсируется мелким калибром 305 мм и посредственной точностью. Однако при этом стоит отметить, что в процессе тестирования Пикарди сделали траекторию полета снарядов более настильной, а их рассеивание на уровне примерно больших крейсеров. Однако Сигму уменьшили до ужасного уровня 1.3. Это один из худших показателей в игре. Если бы не улучшенное рассеивание, то это был бы косейший дробовик. А с ним это все равно дробовик, но не совсем уж косой. То есть по ощущениям бывают и хуже. Также более настильная траектория полета снарядов и неплохая их скорость облегчают прицеливание и попадание. Но все равно по моим ощущениям на дистанции линкор неприятно косоват. Поэтому лучше всего он раскрывается в маневренном бою на средних и ближних дистанциях. Хотя максимальная дальность стрельбы у него неплохие 21 км. Однако при стрельбе с дистанции выше среднего вы не сможете нормально дамажить и эффективно влиять на бой из-за слабых и неточных орудий. Поэтому в этом случае корабль может сильно не понравиться. Но на средних и ближних дистанциях урон уже будет набегать хорошо. Особенно если вы понимаете, как применять мелкокалиберные бронебойные снаряды и куда ими стрелять. Однако уже начнут сказываться такие недостатки корпуса, как рекордно низкая боеспособность 54-750. Меньше у линкоров восьмого уровня я не нашел. По сути она лишь чуть больше, чем у семерки Леон. Бронирование тоже как у семерки. То есть оконечность 25 мм. Что даже в боях на восьмом уровне уже плохо на фоне большинства других линкоров восьмого уровня. Не говоря уже про десятки, в бои с которыми нас будет кидать регулярно. Поэтому если играть на Пикарди, как на обычном линкоре, то живучесть у него будет плохая на средних и ближних дистанциях. А на дальних вы уже не сможете нормально набивать урон. И тут можно бежать и хейтить корабль, а можно чуть подучиться и начать играть на нем, как на крейсере. Используя такие преимущества его корпуса, как очень компактные размеры, рекордную перекладку рулей, неплохую скорость на форсаже и вращение трех башен на 360 градусов. За счет этого на дальних дистанциях в корабль попасть вообще крайне сложно. Но мы помним, что нам нужны средние и ближние. И на этих дистанциях, при использовании вышеназванных преимуществ, корабль может неплохо жить, если маневрировать от урона, а не ждать, пока влетит. То есть так, как мы делаем на крейсерах. Еще и маскировка у него неплохая. 12,2 в полной заточке. В итоге при грамотном подходе, то есть если вы кайтите обратным ромбом в стиле крейсера, то можно без проблем переиграть любой линкор восьмого уровня и даже более старшие. Они нас не догоняют, мы же их выжигаем фугасами. А если они подставляют ромб или борт, то вливаем белым уроном по надстройкам ббшками солидные плюхи. А ответные залпы пытаемся отманеврировать, закладывая маневр не после залпа, а начиная циркуляцию уже за несколько секунд до него. Но если что-то пойдет не так, то от линкоров будет влететь очень больная плюха. А рандомность в нашей игре никто не отменял. Поэтому как ни маневрируй, но против какой-нибудь десятки может один раз прилететь так, что мало не покажется. И в целом могу сказать, что лично мне кораблик понравился. В том числе нравится то, что он не простой, но зато вознаграждает умелую игру. То есть если ты смог на нем сыграть эффективно, то это приятно, в этом есть вызов. Но не такой, как при игре на кактусе, ибо Пикарди ни разу не он. Корабль лишь требует особого подхода и не шаблонного геймплея. Он сложный, да, но ни разу не кактус. И в боях на своем уровне в умелых руках это крайне опасный линкор. Но вот только в боях с кораблями высоких уровней, недостатки корпуса фактически седьмого уровня уже сказываются очень сильно. То есть можно сказать, что в боях с десятками Пикарди будет пострадывать больше других восьмых линкоров. Ибо с дистанции он не сможет набивать много урона, как например шампань. Ибо у Пикарди орудия слабые и неточные для стрельбы с дистанции. А на средних и ближних расстояниях воевать с десятками, с этими крупнокалиберными монстрами, при куче торпед от зверских эсминцев, подлодок, авиков и так далее Пикарди уже сложно. Поэтому данный линкор я бы не стал советовать к покупке всем подряд. И уж точно он не для новичков. Да и не каждому профи понравится. Ибо определенно на восьмом уровне есть линкоры получше, если нужен стабильный нагиб. Так что для развлечения, новых ощущений и для коллекции – да. Но для всего остального выходит, что кораблик вроде неплохой и ни разу не шлак и не кактус, но при этом и не особо нужен большинству игроков. Но это мое личное мнение, которое я старался основать на максимально объективных фактах без неоправданного хейта. Решать в итоге конечно вам. Надеюсь теперь вам будет проще это сделать, а в ответку вы не забудете поддержать канал, чтобы видео могли продолжать выходить. Всем удачи, крепкого здоровья и до новых встреч в эфире. С вами был СуперДжедай.